Это же не люди, это сверхчеловеки, это же настолько эффективные менеджеры, что эффективность их превышает по люксам, знаете, есть такая единица освещенности, солнышко наше, которое единственное для нашей солнечной системы. Но, читаю опять новость, видит Господь, я ее не находил, вы мне ее распечатали. Менсельхоз позволил восстановленному молоку синеватый оттенок, допускает также привкус к печенью и сладкий вкус. Слушайте, а мел туда он не допускает подмешивания? Ну молоко такое, уже и так понятно. Молоко синее, но это восстановленное уже понятно. От синей коровы. Ну оно же не настоящее, ну вы что ж, если оно не настоящее, а можно оно? Можно это синюшное, цвета дохлой курицы не будет называться молоком? Ну если оно стоит 3 копейки, ну наверное люди могут сделать выводы. Люди не могут сделать выводы. Скажите честно, это не молоко. Они все говорят, они согласовали поправки в тех регламентах о безопасности молока и молочной продукции. Ёж твою 20. Они называют молоком то, что молоком не является. Ну не является. Синеватым оттенком для обезжиренного молока. Даже моя всю жизнь, же вы матери бы их выкормили вот таким обезжиренным синеватым оттенком. Зайчики какие. Минсельхоз. И они имели, эти люди, наглость и глупость сказать известием, что без этого производители этой продукции испытывают проблемы при подтверждении соответствия данного продукта. Им приходится писать бедным, несчастным людям. Им приходится писать молочный напиток вместо наименования «восстановленное молоко». Так это даже не молочный напиток. Понимаете, в чём дело? Вот вы пьёте пиво, воду, кофе, вино, иногда водку. Вопрос. Какая жидкость выходит из вашего организма? Восстановленное кофе? Да нет. С чем вы ходите к писсуару? И можно ли эту жидкость, которая так похожа на пиво, ну она пенится и даже желтоватого оттенка, сдавать потребителю в этом качестве? Да нет, у доктора Малахова самоучки лекаря можно было, да, уринотерапия называлась. Так вот это, которые производители испытывают трудности, называя этот пышекс молочным напитком. Ну да. Они испытывают трудности, ядрё на колотушке. Ну там сухое молоко и вода, говорят. И приятный синеватый цвет, Евгений Иванович, почему? Приятного синеватого цвета. Приятного синеватого цвета. Слушайте, ребят, да, 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 да. Синий цвет – это очень современно. Послушайте, ну хорошо, тогда давайте пусть оно будет в цветов российского флага. Ну вот видите, уже один из них. Да, гомосиковатый цвет. Ну, что так сразу наношу. А как есть. Голубые у нас кто? Теперь у нас оказывается и молоко. И вот все эти люди, разумеется, делают всё, чтобы российское население получало исключительно качественный продукт. Ну вот видите как. Прям вот, понимаете, в чём дело. Если вы вор, вы вор. Если вы честный, то вы честный. Если вы производите фальсификат, фальсификат производили во всех странах, во все... Стоп. Это сухое молоко с водой. Что-то такое. Вы что, никогда не пили сухое молоко с водой? Серёж, вам известна разница между кастрацией и обрезанием. Евгений Ильич, вы не пили молоко с водой. Ну, конечно. Нет, я не пил молоко с водой. А я вот пил, честно говоря, сухое молоко с водой. Ну, так вы выглядите, у вас ни капли жира нет. Вот. У вас осталось кожа и кости, и вы даже не женаты, потому что кто же выйдет замуж за человека, который пьёт молоко с водой и при этом защищает то, что это молоко. Да тогда ещё не привозили пальмовое масло просто. А в молоке это будет пальмовое масло. Ну, а как ещё жирность добавить? Вы что, хотите животные жиры туда добавлять? Да. Я бы сказал, я бы хотел туда добавить животные жиры от производителей этой дряни, а заодно и тех чиновников, которые пошли им навстречу. Именно поэтому вместо ГОСТов появляется ТУ. Именно поэтому у нас такая мука, как она есть, такой хлеб из этой муки, как оно есть. Такой фальсификат, называемый мясными продуктами или колбасой, как оно есть. А со всем этим борется вот та же самая федерация братьев-гастрономов, которые региональные продукты прошибают собственной головой. Потому что то, что ты закладываешь в себя, действительно остаётся с тобой навсегда. Кто не несёт деньги фермеру, булочнику, мяснику и всем остальным, будет носить их врачам. Добавлю, и на кладбище пусть не забудет оставить. Причём так вот побыстрее. Ну, бывают ситуации войны. Да. У нас война. У нас оккупирована половина территории. У нас британские, американские, японские, немецкие, антанта, французы, десанты по всем концам республики Советов в огненном кольце вражеских белогвардейцев. У нас что-нибудь это есть? У нас даже нет советской власти. У нас вот уже два с половиной, десятка лет исключительно чистой воды капитализм. А он в чём капитализм? В том, что производители дерьма получают полный приоритет над производителями чего-то нормального. Разворуется всё, что только можно разворовать. И навстречу всем этим жуликам, аферистам, ворам должны ещё идти с раскрытыми объятиями чиновники. Мне как-то это не симпатично. Оптимизация издержек, Евгений Иванович. Ну, что я вам могу сказать? Мы вот тут рассказывали про... Да-да-да, про Мугаба, про Амина. У нас просто одна проблема. Крокодилов мало. Если этих людей кормить крокодилов, то и отлично. Ну, как есть. Ну, как есть. Неужели московскому западу не нужен корм? У нас не только это всё работает. У нас ещё и пресса насыщена тяжёлыми идиотами, которые удивительно не хотят решать или даже вмешиваться в вопросы, требующие серьёзного чего-то, но зато так серьёзно и обширно работают над стратегическими вопросами, ни бельмеса в этом не понимая. У нас телевизор заполнен как бы новостями, такими глобальными. Причём из каждых таких новостей уши торчат заказчиков. Очень часто по распилу остатков страны или её бюджета, очень часто на тему того, что... Ну, неважно же, на самом деле, согласитесь, наезжает на тот же военно-промышленный комплекс и действующую армию Надеждин, Станкевич, Кудрин, либо вот сейчас меня очень сильно удивила независимая газета. Независка. Есть такое. Периодически коллеги-журналисты начинают говорить об абсолютном бреде. Либо они вытаскивают из интернета какую-нибудь невероятную новость, которая им почему-то по лени, по нежеланию вообще-то понимать, как мир устроен. Кажется интересной. Слава богу, сократилось количество представителей, неизвестных никому на планете, кроме них самих, Кавижон-агентств, для которых все эти люди пишут. Ну, такая хрень из интернета назвала. Здесь такая совокупно облако хреней из интернета. Я столкнулся два раза за последнюю неделю с фантасмагоричными сюжетами. Ну, не могу, на самом деле, не сообщить просто. Бизнес-ФМ, радио. Вполне нормальное радио, люди работают. Вдруг по нему прошла целая серия передач про биткоин. Ну, биткоин, да? Одна из криптовалют. У нас тема криптовалют. Но это сейчас тема популярная и интересная. Популярная тема. На халяву, да заработать. Люди просто понимают, что это вот Иванушка на печи, щука уже щелкает хлебалом своим. Вот гонится за печкой, никак догнать не может. А сейчас галушки в рот полетят. Помните фильм насчет книгу Гоголя? Вечера на хуторе блестяканьки. Там галушки, они сами переворачивали сметану. Бзззу, бзззу, бзззу. Это украинская мечта, Евгений Иванович. Да, 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 это вообще мечта. Никакая уж украинская. Только не рассказывайте мне, что Гоголь украинский писатель. Ну, русскоязычный, русский писатель. Ну, он описывал тогда Малороссия. Малороссия была частью России в тот период. Ни одна зараза даже не придумала бы всего того бреда, который там сейчас напридумано. Но! Биткоин, отлично. И вдруг начинают говорить, что это тайная, специальная финансовая штука. Ее евреи придумали. Заметьте, на дворе 2017 год. Ну, как бы известно, интернет появился. Такая вещь, вы можете на кнопочку нажать. И там есть такой Яндекс или Гоголь. Ты ему говоришь, окей, Гоголь, кто придумал криптовалюту? И он тебе рассказывает про тех японцев, китайцев и американцев, которые народ придумал. Да, как и любая вещь, связанная с финансовыми инструментами, это, конечно, афера. А на эту тему может высказываться кто угодно. Афера это, на сегодняшний момент, большая афера. Эта афера может привести к чему угодно. Например, бумажные облигации и ассигнации, придуманные для Франции в XVIII веке, чтобы расплачиваться по долгам, дико понравились королевскому двору, привело в конечном итоге к разорению, полному обнищанию Франции, кризису, в том числе хлебному, революции, той самой, которая у Ленина была великая французская. И привело короля Людовика и Мария Антонетту, женку его, на плаху. Но именно с этого бумажные деньги пошли всерьез по миру. Не с Китая и с Марка Пола, а вот с этой самой аферой, спекуляцией. И даже вполне возможно, что криптовалюты чем-нибудь станут. Например, вам в космосе надо будет расплачиваться на межгалактической торговле. Ну, понятно, что если вы расплатились чем-то вроде этого, представьте себе, что финансы занялись фантастой. Ну, идет там Лем Станислав воскрес и занялся чем-то сипулек платить. Вы имеете в виду, что биткоин, не нужно про него рассказывать, потому что это неправда? Не нужно на него. Да нет, я про другое. Сколько там, 100 миллиардов долларов? Человек, не разобравшись в этом биткоине вообще, говорит, что тайная еврейская валюта. А, вот это вас оскорбило. Десять директоров, тайных, потом они поговорили, поговорили, потом закрылось. Ну, это какой-то эксперт был. Нет, я копнул. Лазаро, знаете, есть такой главный раввин России? Конечно. У него, оказывается, какой-то активист-весельчак из числа финансистов в качестве чего-то типа местного еврейского КВН. А такое бывает. У синагог бывают чемпионаты в стиле что, где, когда, там, или КВН. Игра слов. Коин, монетка, и коэн. Фамилия. Должность. А, коэн — это должность. Изначально жрецы, коэны. Откуда вся эта фамилия? Коэн, Коган, Коганович. Да потому что это потомки отдалённые, чёрт знает. Насколько вот леви, они же левиты были и коэны. Жрецы и их помощники. Две специальности древние, античные. После разрушения храма не существует. Не существует, извините, две с лишним тысячи лет. Но ребята решили у себя пошутить. В стиле, понятном, только евреи. Вместо биткоина они придумали биткоин. Это такие местные игры. Они придумали валюту, которую можно расплатиться, если хотите, в магазинах синагоги в Марьиной Роще или там за какие-нибудь курсы в Марьиной Роще. Всё. Человек это где-то услышал. Действительно, был такой семинар. И человек услышал это. И на полном серьёзе радио, которое вроде называется Бизнес-ФМ. Оно не называется КВН-ФМ. Начало рассказывать, что вот оно где собака-то порылась. Безумно смешно. Смешно было всем, кроме евреев, которые, услышав это, схватили заговор. Чистый еврейский заговор. Бизнес-ФМ говорит. Ну, так приятно, наоборот. Представляете, какую тему замутили. Да, да, да. Настолько миллиардов уже. Тему замутили. То есть, насколько надо было быть безграмотным, чтобы, услышав это, и не понимая, что синагога в Марьиной Роще, ну, не является, несмотря на то, что Равин Лазар, которую часто встречаем параллельно с Владимиром Владимировичем Путиным, но она не является центром управления экономикой Российской Федерации или вообще чего угодно, кроме, собственно, магазинов и пары ресторанов в Марьиной Роще. Да, и те вынуждены подчиняться правилам финансового регулирования Российской Федерации. Там есть кассовые аппараты и много чего угодно. Ну, деньги в монополию, да. Ну, они же не являются деньгами. Ну, нарежьте себе фантики и играйте с ними. Ладно, один сюжет. А теперь самый смешной сюжет – это тяжелый наезд на минуту начальника генерального штаба действующего. Есть такой Валерий Васильевич Герасимов. Да, да, да. Я думаю, на сегодняшний момент лучший начальник НГШ, который у нас был за последние десятилетия и который сегодня в мире работает, потому что то, чего в Сирии добился генштаб, ну, ребят, если в такую войну можно вот так отработать, это еще с террористами. Это еще пока начало, там же еще надо будет мирные переговоры провести, это все понятно. Ну, это уже не работа генштаба. Вот военная операция – работа генштаба. С Великой Отечественной войны у нас генштаб не занимался такими операциями, как взятие Алеппо. Прорыв через Ефрат, надо сказать, одну из крупнейших рек Ближнего Востока. Тигр, Ефрат, Нил. Вот когда вы умудряетесь провести операцию по созданию плацдарма на противоположном берегу Ефрата, в зоне, захваченной террористами, рядом с крайне враждебными и агрессивно действующими американцами, ну, это операция – операция. То есть пока что Минобороны и Генеральный штаб работают даже не на пять. Ну, вот есть пятизвездочные гостиницы, есть семизвездочные гостиницы. Есть такая одна. Вот это вот на те семь. Это есть факт, есть. За два года силами одного полка ВКС, силами спецназа и спецоперации умудриться отработать ситуацию при абсолютно… Абсолютно нулевом потенциале изначально действующей армии союзников, сирийцев, при расстоянии до полного краха государства от одного до двух месяцев, когда начали. По мне всегда казалось, что это результат. И результат – это взлет в разы и на порядок по некоторым показателям заказов на российское вооружение, опробование всех типов вооружений. Далеко не все были приняты. То есть, эта экономия-то какая? Вместо учений, которые всегда подвергают сомнению тому, а вам действительно правду показали, или, может, это там петарды взорвались, вы в боевой обстановке берете и доказываете так вежливо, культурно, соседям по блоку НАТО, что, ну, не надо настроить. Там была одна дыра, и эта дыра не относилась к военному ведомству. Это торможение, пока шли переговоры Лавров-Керри на полгода взятие Алеппо. Дипломаты договаривались, договорились, американцы подписали бумаги, потом выяснилось, что они не могут их выполнить. Ну, нет у них инструментов. Так это к американскому комитету начальников штабов. А сейчас новости. От двух до пяти. Ой, что нам только не пишут слушатели. Добрые слова. И про город по производству криптовалюты. Да, было такое предложение в Госдуме. Я же говорю, что у нас юмористов, весельчаков и шутов Гороховых достаточно везде. Город по производству криптовалюты. То есть человек, видимо, понимает, что выражение рубить капусту, в смысле бабло зарабатывать, это вот надо, значит, построить город по рубке капусты. В Сибири причем. Да, есть такое. Пишут, что Даниленко утверждает, что у нас очень хорошее молоко. Правильно. Андрей говорит-то. Не о синим, а безжиренном. Из сухого. С привкусом сухого молока и прочего. Пардон. Да. Понятно, чего. Которое на хлеб намазать уже можно. И цвет правильный, коричневый. Но пока что не паштет. И есть нельзя. Даниленко говорит о молоке, который от коров. Даниленко из свежего молока производит. Ну да. И вот и никак толком мы и не можем произвести, чего надо, из-за вот этих всех аферистов, которые на пальмовом масле и молоко готовы делать. Много нам пишут разного интересного. Много пишут разного печального. Но всё не прочитаешь, Евгений. Но всё не прочитаешь. Поэтому продолжим. Про журналистов, независимую, и генштаб. При этом независимую я очень люблю. Там есть очень интересные материалы. Но когда за какие-то вещи берётся человек, ну как бы сказать, который не очень компетентен в тех вещах, о которых пишет. Хотя он-то наверняка думает, что наоборот, он очень компетентен. И что начальство его ведь думает так, а иначе, по-моему, он зарплату не платил. Правда? Правда. Статья там прошла про коллеги Минобороны. И про доклад начальника генерального штаба. Очень хороший материал. Называется «Генштаб завысил показатель». Ну, я же не могу пройти мимо таких. Подписано «А. Шарковский». Шарковский, конечно, не сатановский. Я не знаю, псевдоним это или реальная фамилия. Если это псевдоним, извините, у кого совпадение реальной фамилии. Если это реальная фамилия, то, ну, развожу руками. Причём человек специализируется на военной теме. Пишет регулярно, говорит о вооружённых силах, по сирийской, по украинской проблематике. В основном яркие очень заголовки. И в основном это новостные заметки откуда-нибудь из интернета. Ну, другими словами перефразированные. И выводы. Выводы обычно прям такие. То есть, всех расстрелять, одного человека по фамилии или по псевдониму Шарковский оставить. Вояки, когда вот эти материалы читают, их корёжит от хохот. А иногда они начинают просто плакать. Потому что... Здесь идёт статья. Генштаб завысил показатели. Чего надо делать, если генштаб завысил показатели в докладе на коллегии Минобороны? Сажать. Расстреливать. Лишать боевых наград. Увольнять. Ну, как? Генштаб же завысил показатели. Разве нет? Разбираться, наверное, в этом? Разбираться бы надо перед тем, как пишешь. Или, как говорила моя учительница английского Ирина Михайловна Федорченко, пропускать писуемое через верхнюю часть головы, там мозг находится, перед тем, как говорить, то есть, через нижнюю. А если руками ещё писать, печатать? О, Господи. Совершенно потрясающие данные по поводу новых образцов вооружения и техники, говорящие о том, что человек не знает, что такое новые образцы, насколько они конкурентоспособны американским, европейским, что современные образцы в авиационной составляющей ядерной триады для человека пишущего вообще как-то вот такой туман в облацах. Ну, в принципе, есть достаточно чёткие данные, они вполне публичные, какие задачи ставились. Ещё в 2013 году можно смотреть, как модернизируются стратегические ракетоносцы, как они из устаревших перемещаются в современные. Причём, ссылаясь на открытые источники, написано. Ракетоносцев Ту-160 в наших вооружённых силах 16 штук, Ту-95МС 50. Вообще-то, эти цифры из Википедии. Википедия, ну, я думал, что Борис Борисович Надеждин пользуется Википедией как неким образцом информации. Она им не является. И никогда, кстати говоря, не была. Редактирует её кто угодно. Доклад начальника генштаба. Генштаба — это есть информация с Википедией, не совпадающая не потому, что генштаб завысил показатели, а потому что... Ну, чего сравнивать сплетни у Завалинки с профессиональными данными? Не, ну, можно, конечно, полагать. Вы всё врёте, всё врёте. И Википедия для нас единственное вот и есть источник. Но некоторые живут с таким допущением, что все врут. Многие живут с таким допущением, да-да. А многие долго не живут с таким допущением. Если вы с таким допущением начинаете жить, у вас страна развалится. Вы можете управлять страной, ссылаясь на Википедию? Ну, можете, конечно, но долго ли проживёт? Что ж за чёрт вообще? Очень много чуши по поводу ракет-носителей «Ангара». Очень много критики, очень много жёстких слов, стоимость которых меньше нуля. Потому что к космодрому Плесец были пункты весьма успешные. Ракет-носители «Ангара» лёгкого класса, тяжёлого класса. Не, ну, можно написать «все вы говны собачьи», звать вас никто, и вы никак не соответствует ничему. Гнать вас надо. А вопрос, откуда, что значит данные открытых источников? Если у тебя открытые источники, как ты можешь судить о закрытых программах, об их перспективности? Есть данные от каких-то конструкторов ракетного оборудования? Нет данных? А тогда чего придумывать? Совершенно потрясающие слова про то, насколько мы вообще не соответствуем нашей системе предупреждения о ракетном нападении, системе противоракетной обороны Соединённых Штатов. Вот как это всё у американцев замечательно, как это всё у нас плохо. Это очень интересно, конечно, но туда намешано много. Московская конференция, американская ПРО, спутниковая группировка Соединённых Штатов. Какое всё это имеет отношение к системе предупреждения о ракетном нападении Российской Федерации? Ну, наверное, у американцев чего-то есть. И параметры Единой Космической Системы Российской Федерации явно неизвестны автору. Поэтому он их ставит под сомнение. Вопрос. Если не знаешь темы, чего про неё писать? Ну, можно писать о уровне коммунальных тогда отходов и их уборке в Урюпинске. Можно даже писать о том, почему Владивостокский океанариум плохо работает. Дохнут звери, работает плохо. Ну, да, вот исходный посыл, выводы. Писать о высокотехнологичных военных специализациях, исходя из Википедии, собственной фантазии, ещё чего-то. Ну, я не знаю, со времён Мюнхгаузена, который, как известно, летал на ядре. Но всё-таки сказки о бароне Мюнхгаузене, офицере русской армии, кстати говоря, носили вполне себе юмористический характер. Это такие фабулио, поставленные в литературную форму. Удивительно. Просто плачем. На самом деле, причём жёсткое обвинение в конце, сплошное враньё. О, цитата, «Истоговые цифры получаются искажёнными. Истинная картина состояния вооружённых сил при таких обстоятельствах просто не видна. Есть опасность, что военно-политическое руководство страны в какой-то момент начнёт принимать решения на основе этих искажённых данных». Ещё раз повторю, мне довольно часто приходится бывать на Фронзенской. Я довольно плотно всё-таки общаюсь с разным народом из числа и военных, и конструкторов, и много кого ещё. Мне никогда не приходилось слышать, что страшное разоблачение ужасного состояния всего относилось бы к членам военно-политического руководства. Военно-политическое руководство у нас кто главнокомандующий? Путин? Владимир Владимирович, да. Так, кто министр обороны? Шойгу, Сергей Кужугеевич. Кто начальник генштаба? Герасимов, Валерий Васильевич. То есть складывается схема, Герасимов надувает Шойгу лично, и Путин будет принимать неверные решения на основе этого. Всё, развёл руками, пошёл стреляться, потому что большего бреда не слышал никогда. Газета его опубликовала, народ печатному слову верит. Я не говорю, что в это поверит кто-нибудь профессиональный. Но читательская масса, ну она и не должна ничему специальному верить. Она разбираться-то, может разбирается, а может и нет. Чего делать с этими журналистами? В суд подавать. Не знаю, в суд подавать будет армия. Чего с ними делать, чтобы они профессионалами были? Или хотя бы писали про то, что знаю? Не читать их, если они не профессионалы. Ну тогда не читать их. Да, Евгений Анатольевич, небольшая погода. Компетентности человек. Ковтуна. Знаете же такого? Конечно, Евгений Анатольевич. Ну вот наш герой такой, человек похожий на мучного червя. Ликом слегка перекошенным, потому что иногда по морде получает от всяких неравновешенных соратников по телеэфиру, когда скажет особенный чек. Мы, ну про что я, собственно, был, по-моему, вчера эфир, в котором участвовал Ковтун и Ггорю, своему собственному Кидми. Потому что как он еще не скисает как то синее молоко от одного присутствия со всеми этими деятелями как бы украинской, как бы политологии, я не знаю. У него железное терпение. И главное, я же часто говорят, я израильтянин, ребят. Я не в вашей стране живу. Я не ее гражданин. У меня нет такой защитной дистанции. Поэтому видеть их я по телевизору не могу. Слышать их я не могу ни по телевизору, ни по каким другим источникам информации. И, честно говоря, не хожу на эфиры, посвященные Украине, потому что у меня нервов не хватает. Я или должен инфаркт получить, или человеку набить морду. Набить морду нельзя, потому что эфир, Соловьев, мы дружим, нельзя. Значит, ты должен стоять и пытаться не разорваться от злости, слушая все это. Но вчера гениальным образом у Славы Ковтона оказалось, что и Израиль тоже в той же самой обойме, с которой Россия. Правда, немножко вежлив. Было рассказано примерно тот же уровень компетентности. Ну, там просто рассказали, что Израиль, кроме хороших продуктов, ничего не производит и вообще живет только за американский счет. Вот получает 3 миллиарда долларов в год. Радостный и смешливый Яков Вович рассказал в этот момент, он говорит, внутренне так смеялся. Рассказал товарищу Ковтону то, чего тот, видимо, не знал о высоких технологиях Израиля. О том, что он лидирующая страна в мире по развитию науки. Он действительно номер один в стране. Выделяется денег на ученых, на науку. Больше относительно, чем кто-нибудь в мире выделяет. В отдельном отношении. Что стартапов уже в абсолютном отношении. То есть, высокотехнологичных новых компаний. Вот не того, что у нас в Сколково и не того, что у нас в Роснано. А настоящих. Второе в мире количество послеамериканцев. А третье с очень большим отрывом. Это вся Европа вместе взята. Ну, откуда это знать украинскому политологу Ковтону? Он ему еще не сказал, что там военный экспорт. Порядка восьми, а иногда и чуть больше, миллиардов долларов в год. Так много экспорт? Беспилотники, что ли? Разные. А у нас какой? Ну, раза в два больше, да. В три, я думаю. Так у нас Советский Союз основное, что от него осталось? Метрополия. Это Российская Федерация. И народу здесь живет под 150 миллионов, а не в оси. Но у нас есть свои проблемы, конечно. Нело не в проблемах. Нет, я говорю сейчас не о проблемах. Я говорю о том, что вот эти ребята умудряются выгонять на военный рынок оборудование, технику, которая конкурентна, например, на индийском рынке с нами и с американцами. И у американцев, несмотря на тяжелейшее давление на израильскую оборонную систему и попытки все на свете не давать им экспортировать, огромные проблемы на мировых рынках с военно-промышленным комплексом Израиля. Так вот, уровень компетенции Ковтуна в отношении Израиля, ну, такой же, впрочем, как у очень и очень многих. Ну, не знаю, как с Русланом Курбановым говоришь, у которого единственное хорошее в мире – это братья-мусульмане, а главная угроза – это сионисты. Что в спокойным Джемалем? Так вот, получается, что помянутый мной журналист независимый или человек, который так псевдоним свой имеет, Шаргородский, да, насколько помню, примерно так же компетентен в военных вопросах. Проблема вот в чем. Он же пишет на военную тему. Я не понимаю, как можно при наличии достаточно большого количества отставных офицеров, журналистов и людей, у которых есть, ну, другие информационные ресурсы, кроме Википедии, вон сейчас к нам придет Ходоренок. Надеюсь, что придет. Он вернулся в Россию. У него сегодня час милитариста. Михаил Михайлович хоть раз в жизни, в том, о чем он говорит, опирается на цифровые данные из Википедии? Да, в общем, он же не сошел с ума. Правда? Правда. Не понимаю. Могу только рекомендовать чистить кадры. Иначе действительно начу читать статьи, которые просто, ну, ни к чему. И вспоминая тему с биткоином и биткоином, про которые сейчас, надо от этим должное, Бизнес.ФМ намертво забыла. Ну, потому что, что сделать, если ты уже вляпался случайно в коровью лепешку? Ну, делать вид, что у тебя штиблеты начищены лучшим одесским гуталином, произведенным на Мало-Арнаутской. И идти с гордым видом, а желательно еще и не нюхать. Ребята перестали эту тему будировать, и как бы о ней забыли. Удивительно часто встречающиеся. При этом, если у студентов первого курса, Институт стран Азии и Африки, такое еще может проскакивать на экзамене, за что они получают двойки. Ну, там, берешь, перепутал Иран и Ирак. Да, действительно, а разница какая? Некоторые даже спрашивают, как правильно писать, Ирак или Иран. Как правильно писать, да-да-да. И писать. Ужас. Но вот карма такая. Нам советуют разные. Вот рекомендуют из Московской области, чего делать? Оторвать руки, прижечь йодом, чтобы новые не выросли. Не вырастут. Да просто не читайте. Проблема в том, что руки-то, они не виноваты. Там с мозгом проблема. Как есть. Печалька на эту тему у меня. Потому что, ну, невозможно же сталкиваться с этим бредом. Ну, где Островский, Салтыков, Щедрин? Вот Задорнов умер. Понимаете? На эти темы, там, город для криптовалюты, синее молоко. Но это же надо каких-то звать юмористов совершенно немыслимой силы. Ну, развитие, Евгений Иванович, идет. Вот молоко стало синим некоторое. Это же хорошо, что не стоим на месте. Да, 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 да. Мы не стоим. Мы не стоим на месте. Мы закрыли очень во многих сферах окна шторками. И считаем, что мы едем. Мы не стоим на месте.